После, скажем так, небольшого перерыва, после сезона отпусков уже возвращаемся и опять можем продолжать вас радовать серии вебинаров, которые вам больше раскроет функционал Find BI, его интересных таких решений. Думаю, сегодня как раз можем ознакомиться одним из них, это подключение к геоданам, как можно в принципе оперировать ими в системе Find BI, как можно построить различные карты, различные диаграммы, которые вам могут подсказать, где находятся вообще сущности с данными связанные. И в целом вам построят такое впечатление, как можно построить достаточно интересные, понятные и красивые картограммы, которые даже будут похожи на достаточно интересные решения, как вот в системах Tableau и Power BI. Поговорим по содержанию. Сегодня у нас будет происходить это подключение к данным из геоданных формата JSON. Мы посмотрим, как можно настраивать различные подложки карты, как можно их кастомизировать, чтобы у нас геокарта была с различными типами детализации, которые, допустим, могут нам подсказать больше о порядке геосущностей. Мы, в принципе, посмотрим различные варианты построения карты, есть визуализации, как их можно использовать потом на дешбордах, а также рассмотрим отдельно случаи, когда можно использовать на графиках картинки. То есть тоже у нас будет такая достаточно понятная, красивая диаграмма, которая вам может подсказать в различных видах анализа. Начнем с первого пункта, это подключение к геоданным. У нас она организована таким методом, что вы можете подтянуть в FANDI любые данные, которые у нас будут ассоциированы с форматом файлов JSON. То есть таким образом вы подключитесь к базе данных, в котором вы сможете погрузиться в ваши показатели измерения, после чего вы, например, на основании вот этих геоданных из JSON будете строить уже свои карты с ассоциированными полями из баз данных, которые будут иметь определенную геороль. Таким образом вы сможете, нативно не прописывая те самые, скажем, срезы данных, регионы, субъекты, которые у вас будут использоваться в вашей базе, ваших исходных данных, вы можете связать его с вашими геоданными, которые хранятся вот здесь. Они, в принципе, сами геоданные по себе хранятся в виде таких отдельных JSON, скажем так, расширений файлов, которые располагаются отдельно в каталоге FANDI. Что с ними можно делать? Они могут располагаться вот в таких иерархиях, то есть если у нас есть различные края и субъекты, вот здесь они у меня представлены в двух типах файлов, это, например, точки и area-зоны, то есть какие-то определенные субъекты, чтобы они отрисовываются у меня конкретным границам, конкретным, скажем, участкам на местности. Отсюда можно сделать такой вывод, что если мы хотим подтянуть какую-то новую область или же сделать какую-то нашу особенную область данных, например, центральный федеральный округ, то для этого нам понадобится другой JSON-файл, который будет ассоциироваться с сущностями городов, точек, которые принадлежат к нему. Также это можно сделать при помощи данных в качестве конкретного измерения, что вы пропишите в условии, что если у вас принадлежит, допустим, Астрахань, Алтай и Амурской области, то это у вас присвоится какой-то из федеральных округов, и вы сможете его отобразить по цвету на карте. То есть такое вот мотивное действие с геоданными тоже доступно. Сами данные хранятся вот в двух типах, как я уже сказал, это area.json, то есть по области, когда мы видим, что наши границы отрисовываются в формате мультиполигон, то есть это отдельного формата геоданных, которые по точкам, скажем, прописываются по границам, а также могут присваивать ряд иерархичных значений списков. По аналогии, если вы работали в системе Клик, там тоже геоданны организованы и хранятся в формате json. Как у нас обрабатываются точки? Это отдельный тип формата point.json, который у нас хранит детали по точке, а также тип сущности геоданных, которые с ней ассоциированы. Теперь можем поговорить, собственно, о подложках геоданных, как вообще можно их отображать и как настраивать. Для того, чтобы подгрузить свою подложку карты, которая будет у вас находиться на фоне всех настроек, то для этого надо сделать отдельный GIS-слой, который будет подтягивать данные из открытого GIS-сервиса либо же, скажем, из уровня, который вы привяжете. Это может быть WMS какой-то, то есть международный формат карт, либо же вот GIS-слой из того же сервиса Mapbox, который вот у меня в примере указан вот здесь на скрине. То есть при переходе на карты, мы вот посмотрим, как их настраивать, вы можете отдельным tailzone, то есть таким уровнем данных сделать вот такой срез, и у вас тем самым будет весь как бы задний вот слой карты, скажем, подложка, она будет заполняться с теми сущностями, которые вы присвоили это вам ранее. Как можно строить карты и какие вообще они бывают? Сейчас мы тоже посмотрим, их достаточно здесь много, то есть которые доступны из коробки. Это шесть штук карт, это обычный вот хороплит, который нам красит, скажем, наши субъекты и по какому-то делению, по связи с показателем и измерением. Это обычная, тоже привычная нам точечная карта. Есть тепловые карты, которые вот нам могут показать, допустим, распределение температуры в зависимости от субъектов и тех же самых регионов. Есть у нас из интересных карт вот эти три штуки. Это карта потоков, которая нам может визуализировать и достаточно красиво, понятно, показать, как у нас распределяются на геоданных сущности, допустим, потоков, путей. Если у вас в логистике это очень востребовано, может быть, чтобы отрисовывался этот как бы логистический маршрут полностью со всеми районами, со всеми городами. Есть формат такой вот блочной 3D-карты из особенностей системы, а также можно брать и использовать картинку в качестве разработки конкретных участков. То есть вот здесь на картинке, то, что мы поговорим этапом позднее, можно присваивать конкретные, скажем так, деления, деления по офисам, например, деления по каким-то участкам, после чего их переиспользовать для того, чтобы привязать им какие-то показатели либо измерения. Начнем с самой простой карты, это Хараплет. Для того, чтобы ее построить, вы можете уже выбрать тип графика Area Map, который доступен на визуализациях, и просто перетянуть ваши данные по широте и долготе в качестве горизонтальных и вертикальных лейаутов, то есть расположений на панели разработки, и также вытянуть отдельный показатель, который будет отвечать за покраску регионов по какому-то цвету, либо же по индикатору, как у меня вот здесь. Допустим, вы можете первоначально присвоить какую-то географическую роль вашим данным, и после этого у них создастся автоматическая привязка к файлу JSON по широте и долготе. Как это делается, я вот тоже покажу чуть позднее. Следующий тип карты тоже достаточно распространенный, это точечная карта, которая вам доступна также из коробки. Делается она достаточно легко и просто. Когда вы берете и располагаете здесь вот точки в качестве детализации по городам, вы можете соотнести им какой-то, например, размер показателя продаж всех же самых, и вот он у вас отобразится здесь на карте в целом понятно и достаточно просто. Тип карты, о которой мы говорили, вот карта потоков, она делается в системе двумя методами, то есть вы можете воспользоваться отдельной картой, которая так и называется, флоумэп, доступна вот в таком отображении, а также есть тип графика кастом чарт, который реализует именно назначение путей при помощи другого типа графика. Здесь для того, чтобы отобразить наименование путей и их детализацию, вы можете перетянуть вот сам как бы разбивку путей, откуда у вас начало, откуда будет конечный пункт, а также добавить детализацию, например, по городу, вот чтобы у вас было точное присвоение конкретных участков, конкретно, скажем, путей назначения, и чтобы вы смогли их отобразить вот так нативно и в целом при помощи анимации показать, как они распределяются на карте. Есть также и более сложные системы, и более сложные графики, которые вам могут подсказать ваши там показатели, их отобразить более интересно. Например, вот здесь я отобразил пироговую диаграмму, которая у нас разделяется по числу возвратов. То есть вот здесь мы можем сразу видеть, что на карте красные участки, они самые такие проблемные, и обратить на них внимание при дальнейшем анализе. По аналогии, как на картах ранее, вы сможете присвоить им, скажем, детализацию по какой-то сущности, и после чего отобразить, сделать вот так, тоже приятно, в целом понятно. Как можно использовать картинки для отображения геоданных? Тоже достаточно интересный кейс. Вы можете выбрать тип, получается, карты Area Map, после чего выбрать предзаготовленную картинку, картинку, которую вы загрузите в систему, после чего по вот этим уже отрисованным, либо заранее готовым границам, вы можете сформировать свою, например, картину или видение того, как они будут распределяться на дашборде. Например, здесь у меня вот был анализ магазинов, и я каждому магазину присвоил сумму продаж для каждого из них, то есть которые я вот отобразил геоданных. После чего, как я добавляю детализацию здесь по широте и долготе, у меня все это присваивается здесь точкам, конкретным участкам, после чего я точно так же могу фильтроваться по этим, скажем, уровням магазинов, я могу углубляться в дейлдаун детализацию по картам и делать достаточно интересные переходы. Я думаю, теперь можем ознакомиться с тем, как, собственно, карты проектируются, как их можно разработать в системе. Давайте я сейчас поменяю формат отображения экрана. И думаю, теперь у меня должен отобразиться другой экран, это мой Find BI сервер. Давайте посмотрим, как мы вообще можем подтянуть наши геоданные и посмотреть, где они организованы. На вкладке Manage ваш администратор может подготовить здесь отдельные, скажем, вот на отдельной вкладке Map Configuration, файл, который будет ассоциироваться с вашей, получается, картой. Вот здесь у меня, например, это карта Российской Федерации, которая разделена у меня по субъектам, по областям, и у которых есть определенная информация. То есть если я раскрою этот выпадающий список, у меня вот здесь отобразятся основные субъекты, основные регионы. Если я кликну на какой-то из них, я смогу увидеть детализацию по районам либо же к какому-нибудь административному делению более низкого уровня. Если я это подготовил в JSON-файле, то здесь могут быть какие-нибудь деревни, какие-нибудь, скажем, регионы, области, которые вот внутри этого района разделяются на карте. То есть это не проблема для системы, она может с этим работать, и, скажем, уровни, которые вы можете подтянуть, тоже не ограничены. После чего я могу делать следующее действие. Например, есть две опции, это Area и Point. Area, в свою очередь, нам подсказывает, как у нас отображаются границы по областям. А если я перейду здесь в Point, у меня отобразится точно такая же детализация, только по точкам, которые связаны с субъектами. И, например, какими-нибудь сущностями. Вот здесь у меня в районе, кажется, это в Лен-области, отобразился определенный город. И точно так же, если я перейду или захочу как-то поменять мои данные, я могу их взять и поменять при помощи опции Import Data, попробовать подзаменить какие-то сущности, если у меня актуализировался, например, справочник по административному делению, и я хочу подтянуть это отдельно на JSON-файл. Я могу добавить точно так же свою какую-то отдельную точку, например, вот я выберу сейчас здесь какой-нибудь регион, вот тут я и присвою ему название, какой-нибудь регион, тестовая точка. После чего вот этой точке я могу задать конкретные координаты, которые я, вернее, уже вот я могу и задать уже более точно, например, вот эту детализацию убрать, вот здесь тоже вот эти, скажем, основные точки переприсвоить, и теперь моя точка будет располагаться вот здесь на карте, где я ее и обозначил. Таким образом я могу расширять или менять границы уже существующих карт, либо как-то отображать вот новую детализацию, которая у меня доступна здесь. Теперь поговорим о том, как можно, собственно, обрабатывать картинки, которые у нас вот были в примере, которые в последнем листе. У нас имеется какая-то картинка. Это может быть просто PNG, JPEG формата, который мы вот сюда подтянули при помощи плюса и подвязали в систему. Теперь, какие мои действия в качестве того, что я хочу, допустим, добавить или же поменять вот эту область, я могу нажать вот сюда на отдельный карандашик, вот на ручку здесь, и в качестве примера я могу взять, настроить вот здесь границы, которые у меня присвоены на отображение. То есть вот я сейчас беру при вас, конкретно правлю границы вот этих магазинов, областей, после чего я могу нажать кнопку Save, перейти и посмотреть, как она будет выглядеть у меня без редактирования. То есть вот таким методом я взял и подправил мою границу на, скажем, магазине вот здесь по областям. Точно так же, если вам необходимо отобразить данные по офисам, например, вот здесь, в примере демонстрации, я могу каждому из офисов присвоить значение, например, вот тут, Variant Name, которым она будет совпадать у меня с данными. Допустим, офис номер один. После чего я знаю, что у меня в данных есть офис номер один, и я могу привязать ему какую-то сущность, чтобы у меня отображались показатели только по нему. В дальнейшем я могу брать, нажимать Syngeo файл. Если у меня файлы поменяются, JSON формата, у меня также потянутся изменения сюда в систему. После чего у меня последняя вкладка, которая доступна для настройки, это Custom Gees Layer. В этой опции Custom Gees Layer я как раз-таки могу взять и поменять мои подложки карты. Например, я сделал свою карту в сервисе Mapbox, после чего я хочу, чтобы у меня все отображалось на русском. Я могу здесь обозначить, какие мне нужны атрибуты при необходимости. Например, моя русская карта. Вы видите, теперь у меня в детализации может быть какая-то информация добавочная для пользователей, чтобы они понимали, карта чего это отображается, и такая, скажем, справочная информация. Следующее действие, которое я могу сделать, это подтянуть точно так же в формате WMS. Это какой-нибудь отдельный слой, после чего у меня точно так же добавится новый срез на карте, новая подложка, я которую могу переиспользовать при проектировании моих карт. Давайте теперь, когда мы настроили успешно вот эти уровни геослоев, можем перейти в разработку, собственно, карт, как это у нас будет выглядеть в анализе. Допустим, я вот здесь выберу источник данных, который у меня доступен, и назову его демонстрация карты. После чего я знаю, что у меня есть разделение по субъектам Российской Федерации, которые я хочу присваивать моим геоданам. Что я сделаю в качестве этого присвоения, что у меня этот субъект будет обозначаться какое-то отделение у меня на геодан. Я кликаю вот сюда на drill down, после чего я выбираю geographic role, после чего могу выбрать уже провинцию, либо вот этот регион в зависимости от типа карты. То есть вот здесь у меня Российской Федерации, основные регионы у меня совпали, а вот которые не совпали, я могу их легко подправить с имеющимися у меня здесь. Допустим, вот Корочаево-Черкесская республика, я ее выберу здесь. Если она у меня, конечно, в данных будет. Возможно, я ее где-то пролистал. Так. Вот. Теперь тоже Ненецкий автономный округ я могу здесь найти. И могу найти последний вот здесь, Демонтийский округ. После чего, когда у меня данные все присвоились, я могу вытянуть их вот сюда в качестве одного из типа карт. Допустим, построим Хараплет-мап. И теперь я добавлю это вот сюда в детализацию, в промпт. Добавлю мою широту, долготу. И вы видите, у меня теперь отобразилась моя карта, как она отображается по умолчанию. Теперь я могу под этим данным субъектов подтянуть разделение по сегментам, либо же какое-нибудь региональное деление, допустим, по цветам. Здесь они у меня данные шаблонные, но в целом, как это могло выглядеть, если у вас Центральный федеральный округ присваивался четко его границам, которые согласно нормативам Российской Федерации, они бы покрасились вот точно так же по карте. Либо вы можете это подправить в качестве вычисления. Если субъект равен, например, такому-то наименованию, вы будете отправлять его в Центральный федеральный округ. И, соответственно, так вот можно использовать различные диаграммы. Я теперь могу вместо региона точно так же отобразить какой-то из показателей, допустим, продажи. И вы видите, сейчас он у меня отобразился по цвету. Я могу разделить его на какие-то участки. Собственно, здесь у меня реализуется та карта, именно обычная Хараплет. Точно так же у меня отображается и карта, которая точечная. То есть я могу поменять размер, который у меня связан с субъектом. И, допустим, я хочу еще добавить детализацию по городу. И это я сделаю следующим образом, обозначив ей сити. После чего основные города, которые у меня совпали, они присвоятся здесь геоданным. Я их могу переиспользовать у меня в дашборде. После чего я могу посмотреть, что здесь у меня по умолчанию отображается китайская подложка карты, а я хочу сделать ее русской. И для этого я перейду в Component Style, перейду в Background. И после чего здесь я смогу поменять. Либо у меня будет просто GIS-слой, либо я хочу, чтобы у меня карта отображалась просто как на пустом холсте. Для того, чтобы у меня отображалась вот та, которую я присвоил на этапе ранее, вот здесь в настройке карты в Manage, я могу настроить это следующим образом. Я нажимаю здесь Custom и выбираю ту карту, которую я обозначил на этапе подгрузки Custom GIS Layer. После чего сейчас у меня потянется связка с геосервисом, и я могу переиспользовать ее для своего анализа. Давайте, наверное, еще попробуем построить такой тип карты, как отдельные, связанные с потоковой диаграммой. Для этого я возьму, и давайте я вам покажу, как она делается. У меня есть данные отдельные названия пути в этом файле Excel, который у меня присвоен широта-долгота. Кажется, вам не видно. Так, сейчас. Вот, то есть я сделал отдельно мой источник данных, который я прописал название пути, например, поездов, либо же это может быть наименование, скажем, путей, которые вот самолета. И в следующие вот города получается детализация, которую я направлю в качестве направления пути. И вот чтобы у меня обозначалось именно сам путь, то есть я куда еду, из Москвы, например, Петербург, либо же из Москвы куда-нибудь Воронеж, я проставил вот здесь единички нули. После чего я также добавил какой-то показатель, чтобы у меня это отобразилось на диаграмме потоков достаточно понятно и красиво. Теперь, если я переключусь отдельно на диаграмму опять вот моей карты, как это будет выглядеть. Так, сейчас обновился экран, да? Да, у меня отображается сейчас карта. Теперь давайте вот я покажу, как ее можно построить. Для этого я выбираю отдельно вот получается тип, чарт, тайп, кастом чарт, после чего у меня автоматически потянутся лонгитюд и латитюд, это данные широты и долготы, которые из файла Excel. Я их могу перенести вот сюда. Так, только немножко иначе. И после чего я могу выбрать здесь график Properties, это тип Line. То есть у меня тип графика по линиям. Видите, сейчас у меня отображаются все потоки, как они организованы у меня по путям. Почему это отображается именно так? Потому что здесь в названии пути система распознает, что у нас есть ноль и единицы, то есть начало и конец участка, и есть связка с городами, которые я тоже указал при помощи геоданка. И в следующий раз, если я захочу поменять мой путь, либо посмотреть просто вот какую-нибудь общую директорию, то смогу увидеть вот такие отображения в качестве вот отдельных точек. То есть я могу посмотреть именно на сами отправные пункты, отобразить их при помощи здесь Color и Marker None. Точно так же, если у меня нужно часть графиков отображать, часть путей, например, линии, которые точками вот такими, с отрезками, я могу их вот отображать следующим образом. Тоже здесь достаточно вариативно, это показано, и возможность настройки вот этой карты потоков. Теперь, я думаю, можем посмотреть, как у нас организована отдельно карта с, получается, какими-то сложными графиками. Она делается примерно так же, как и вот образ, получается, потоковой диаграммы. Я в Custom Chart только выбираю не Line Chart, который вот ранее, а могу выбрать какую-нибудь пироговую диаграмму, могу выбрать индикаторы, например, вот дашборд, после чего переиспользовать, построить вот такую нативную тоже информационную панель. И если мы поговорим про последний тип графика, который у нас может отображаться в качестве карты, это карта-картинка. Выглядит она следующим образом, и как ее можно добавить по аналогии остальных данных. То есть, в детализации Shop я могу определить детализацию по Custom Picture, и здесь конкретно каждому офису я присвою уровень детализации, который у меня идет с измерения, то есть с магазина. Например, я проставлю вот здесь частично некоторые магазины, после чего они у меня отобразятся здесь на карте. Я могу, получается, фильтроваться по ним и использовать как дальнейшие уровни для детализации, например, по иерархии. Это тоже достаточно удобно, и вы сможете в рамках тестирования системы это посмотреть, что достаточно интересный функционал.